Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! У нас при регистрации было очень много вопросов, касаемых будет ли сертификат. Уважаемые участники, этот вебинар входит в цикл вебинаров в рамках такого проекта, как организация помощи родителям. И первостепенно эти вебинары рассчитаны именно на родительскую аудиторию, чтобы разъяснить, пояснить, показать, донести какую-то информацию, ответить на актуальные вопросы. Поэтому это не обучающий вебинар, и сертификаты здесь не будут выдаваться. Поэтому, чтобы уже вопросов к этому не возникало, и на будущее, чтобы вы понимали, что этот цикл этих вебинаров, они такой информационный характер носят. Ну что, давайте начнем, Елена Вячеславовна? Да, давайте. Да, Елена Вячеславовна, как Вы считаете, вот проблема поведения, она насколько актуальна для детей с рас? Ну вообще для детей она в целом актуальна. То есть у нас проблемы поведения, они касаются не только детей с аутизмом, это не специфическая наша история. Вообще в целом работа с поведением это нормальный запрос любого родителя и любого, кстати, педагога. Потому что так или иначе в классе обычном есть всегда дети, у которых есть делательные отношения, с которым педагоги часто не знают, что делать. Поэтому, соответственно, им требуется какая-то помощь, поддержка в этом вопросе. И это, наверное, одна из самых сложных тем. Тем не менее, для детей с рас, проблемы с поведением являются практически характерными 100% случаев. То есть так или иначе у нас возникают какие-то сложности именно с поведением. То есть даже не с адаптацией материала, не с какими-то другими вещами. А если говорить про образовательный процесс, да, а именно с поведенческими сложностями, с которыми справляться тяжело. Вот, Сергей Николаевич, вы заявили тему, как проблемы к поведению ребенка с рас и не привязали ее к образованию, я смотрю. Это, наверное, хорошо, потому что, что хочется подчеркнуть, проблемы с поведением, они, в общем-то, должны решаться в том месте, где они возникли. То есть если у нас ребенок плохо себя ведет в школе, то причину и проблемы надо искать в школе. А если это случается дома, то, соответственно, наоборот, искать дома. И главное, важно, чтобы требования и дома, и в школе, они совпадали. То есть люди знали, как они борются с одним и тем же. Я, в общем, к тому, что сотрудничество школы и родителей в этом случае особенно важно. Вот. Простите, я, кажется, залезла на территорию лекции Сергея Николаевича. Нет, это то, что действительно актуальность вот этой темы, она очень высокая. И вот в преддверии вот этой нашей встречи, да, при регистрации очень много было вопросов, касаемых вот такого нежелательного поведения. Но так как вообще в целом сейчас идет такая очень большая программа по консультированию родителей, то у нас в чатах очень много родителей задает вопросы касаемо проблем в поведении ребенка. Что делать, как делать, да, вот. И вот в этой связи возникла идея сделать отдельный вебинар, чтобы родители ссылать в таких, в решении таких вопросов, возникновение, точнее, таких вопросов, отсылать к этому вебинару, чтобы они могли найти для себя понимание и ответ на свой вопрос. Вот, Елена Славовна, я на самом деле неспроста так задал вопрос с такой паузой, насколько актуальна проблема в поведении у ребенка, сделав паузу, а потом сказал раз. Вот решил проверить, отреагируете вы на это, нет, не отреагирует. На самом деле это, ну, умышленно, почему? Потому что очень большой такой стереотип у специалистов и у родителей, что только именно для детей сразу характерно нежелательное поведение. Совершенно это не так, да, нежелательное поведение характерно для любого ребенка, для любого человека, для любого организма, да, как бы только важно понять, а что мы будем рассматривать под этим нежелательным поведением, и вот про это мы как раз сегодня в том числе и поговорим. Поэтому спасибо вам большое за живую реакцию. Да, мы сделали короткий тест на то, что действительно, как бы важно понимать, что нежелательное поведение не является априори каким-то вот обязательным признаком при аутизме. Это совершенно вот так. Да, есть огромный процент детей, которые прекрасным поведением, идеальным поведением, еще дети с типично развивающимися каким-то уровнем развивающимися, им бы еще позавидовать, на самом деле, этим ребятам, потому что иногда сталкиваюсь, например, с подростками, да, там, и они ужасно такие вещи творят, да, и мне кажется, что дети с расой – это какие-то ангелы с ангельским поведением, на которых надо равняться. И так, да. Причем и нам, взрослым, тоже, я бы хотел сказать. Мне очень понравилось, когда студенты, наверное, же так сказали, что это какие-то прекрасные дети, которые первый раз увидели, мне самой нужно у них получиться, вот, реагировать на какие-то обстоятельства и вообще воспринимать в них. Было для меня таким, ну, неожиданным таким замечанием со стороны, ну, как бы, человека, который никогда не общался с ребятами. Вот, ну, давайте начнем. Надеюсь, уже много подключилось, кто хотел. Вот, и сразу же скажу, что у нас будут видеозаписи, потом все, кто зарегистрировались, будет специально отправлена ссылка на эту видеозапись на вам на почту, поэтому ждите в джечении. Ну, давайте начнем. И начнем мы с вами, дорогие слушатели, вообще с такой блока, как определение функции поведения. Да, прежде чем вообще начать работать с поведением, важно понять, что такое функция поведения. И прежде чем я вам отвечу на этот вопрос, я бы хотел вообще задать вопрос вам, да, для размышления. Что мы будем воспринимать под проблемным поведением ребенка? Да, вот здесь вот мы видим на слайде некоторые примеры вот этого проблемного поведения. Истерики, агрессии, агрессия, причем отношения не только к окружающим, но и к самому себе. Может быть, какие-то разрушительные действия со стороны ребенка. Какая-то гиперактивность, импульсивность в поведении. Может быть, какое-то, ну, слишком громкое поведение в общественных местах. Может быть, аутостимуляция. Да, какие-то навязчивости, стереотипы, ритуальные поведения. Вот будем ли мы это рассматривать и всегда ли мы будем это рассматривать как проблемное поведение? Елена Петровна, можно вас как активного участника, да, вот, имеющий глаз, да, вот, возможность говорить, вот, ответить на этот вопрос, вот, насколько вам кажется, вот, мы всегда это будем во всех случаях рассматривать это как проблемное поведение? Сейчас, Сергей, я сейчас хочу уточнить. Мы говорим сейчас про вот те формы, про которые... На экране мы видим сейчас на презентации варианты нежелательного поведения. У меня вопрос, всегда ли они являются нежелательным поведением? Я как раз хотела сказать, что это, например, стимуляция. Я, кстати, видела эти вопросы еще у тех, которые слушатели задавали до вебинара, да, как свои вопросы, на которые нужно ответить. Вот, в самой стимуляции здесь вопрос совершенно отдельно рассматривать. Это не нежелательное поведение, но оно должно быть социально приемлемым и может замещаться. Да, здесь нужно прямо это вот, мне кажется... Хорошо, что он упомянут, потому что, да, они ждали, что они не принимают. И сейчас, мне кажется, мы его с вами, наверное, отдельно обсудим. Обсудим обязательно, конечно. И более того, вы правильно сказали, что в ряде случаев фауз-стимуляция может рассматриваться как нежелательное поведение, а в ряде случаев оно не должно рассматриваться как нежелательное поведение. А если мы скажем, например, про истерику или агрессию, вот, допустим, агрессия, нежелательное это поведение, всегда ли оно является нежелательным поведением? Вот такой вот вопрос. Не знаю. Я бы, наверное, считала это реакцией на какие-то внешние стимулы. То есть само по себе это, может быть, не способ... Это способ реагирования, да? То есть если у нас обстоятельства таковы, что ребенок совершенно невыносимо, то считать именно самую истерику и желательное поведение, мне кажется, тоже такой спорный момент. Да, и тогда вот мне очень понравился однажды комментарий одной родительницы, когда я показывал пример аутостимуляции, и она сказала, а что здесь такого? Ну, играет ребенок и играет с веревочкой. Вот у нас совершенно другие проблемы. А у нее реально, для нее это была бы радость, если бы ребенок вот так себя вел. Да, просто так почему? Потому что нежелательное поведение, оно, как бы, да, понимание его, оно зависит от нескольких факторов. Первое, наносит ли в этой ситуации ребенок себе вред, да? Себе, своей жизнью, там, своему каким-то... Своей социализацией, да, своим каким-то общением. Создает ли он какие-то, ну, какие-то негативные воздействия на окружающих. Наверное, в этом случае мы будем рассматривать это как нежелательное поведение, его проявление. Но, с другой стороны, если вам в метро наступили на ногу, очень больно, да, и сказать, извините, пожалуйста, вы могли бы мне встать с моей раздавленной ноги, наверное, в этом будет неплохо, да? Скорее всего, большинство из нас устроит истерию, да, и будет возмущаться. И это будет некоторый способ защиты самого себя. Да, это раз. Второе, мне очень хотелось бы сразу обратить внимание, что с точки зрения нас окружающих, какой-то из ряда вон исходящего поведения мы воспринимаем как нежелательное поведение. А теперь давайте попробуем посмотреть с другой стороны, да, и давайте посмотрим с точки зрения ребенка. Значит, ну, так как мы все-таки больше ориентируемся на ребенка с раз, я поэтому такой пример привел, вот это три ряда нарушений при аутизме, как нарушение коммуникации, нарушение стерилизации, нарушение особенностей поведения, куда входит в том числе особенность сенсорного развития. И теперь представьте себе, войдите в роль вот этого ребенка, да, представьте, что вы человек, которому не всегда понятно, что вам говорят, раз. Второе, вы не всегда можете обозначить свои потребности, два. Третье, вы боитесь, например, тревожитесь и не знаете, как войти в контакт. Третье, у вас есть повышенная реакция на громкий шум, например. И получается, что вы обладаете определенным, ну, как бы, реестром навыков, которые позволяют вам коммуницировать с окружающим миром и отстаивать свои собственные потребности. Просто по-другому вы, к сожалению, не умеете. И более того, то, как вы однажды попробовали, вдруг кто-то это закрепил. То есть отреагировала окружающая среда, отреагировала мама, отреагировал папа. И теперь я понимаю, как человек, что, ну, как бы, по-другому не умеющий, да, и наученный именно таким способом реагировать на какие-то воздействия из них, да, что другого варианта у меня нет. Да, соответственно, если мы говорим про ребенка, то ребенок – это маленькое, да, существо, которое еще растет, мало чего еще знает, мало чему научился. И от того, чего он научился, он активно использует. А мы это называем нежелательным поведением. Но с его точки зрения, если посмотреть на эту же самую ситуацию его глазами, то на самом деле это никакое нежелательное поведение, да, это способ достижения того, чего я хочу, либо защищать свои собственные потребности. И, наверное, я бы даже сказал, что если ребенок умеет это делать, наверное, можно поставить жирный плюсик в его развитии, в том же плане, что, ну, как бы он понимает, что ему некомфортно и стремится к определенному комфорту. Вот это вот очень важно понимать, да, и при этом важно понимать, что то, что делает ребенок, это он не сам научился, да, это как бы он не родился с условием, что все, вот у него по программе и у развития задана такая особенность, как реагировать во всех ситуациях вот таким образом. Конечно, нет, это не компьютер, который загрузил программу. Он научается находиться в окружающей среде. И то, как он реагирует на нас, он называет нежелательным поведением, это проблема не ребенка, а это проблема окружения. То есть, по сути, это мы с вами, взрослые, научили ребенка так реагировать на какую-то ситуацию. Мы закрепили его поведение. Поэтому нужно менять поведение не ребенка, а окружающих его, людей близких. Да, и начать, по большому счету, с себя, начать, по большому счету, именно с его окружения. И правильно Евгений Вячеслав сказал, что если проблема в школе, да, то решать надо проблему именно в школе. Если проблема с поведением в семье, то решать надо проблему с поведением в семье. Если проблема в поведении на улице, значит, там, эту проблему надо решать именно в той ситуации, в которой она возникает. А никак иначе. Очень такая часто бывает ситуация, когда родители обращаются и говорят, вот нам учителя сказали, что вот он кусает всех детей, сделайте что-нибудь. А что родители сделают, находясь дома? Дома он не кусает никого, он прекрасно общается с мамой, с папой, с своим братьем и сестром. Кусание, поведение кусания возникает только в школьной среде. Значит, решать надо не в домашней обстановке, а решать надо эту проблему именно в школьной среде. Каким образом это сделать? Мы много раз про это говорили, здесь мы возвращаем вас к такому определению, как психолого-педагогический консильм образовательной организации, в который вы можете призвать, чтобы они принимали решения и что-то делали. Про это мы очень много говорили. Если надо будет, Елена Славовна еще раз в конце, может, про это еще расскажем. Но если будут такие вопросы. Значит, поняли мы, значит, первое, что еще раз повторюсь, важно понять, какое конкретное поведение мы будем рассматривать как нежелательное. Все ли поведение, все разные формы или какое-то одно. И очень важно в первую очередь определить, какое-то одно конкретное поведение. То есть что это будет? Например, истерика, допустим. Ребенок громко кричит, бьет себя руками, разбрасывает вещи, плачет, например, зовет маму. Вот данное поведение мы будем называть истерикой и будем его рассматривать, допустим, как нежелательную форму поведения. И потом в дальнейшем над ним поработать. Почему на это обращаю внимание? Потому что очень многие родители говорят, «О, вы знаете, у меня столько проблем в поведении, а нам что-то надо сделать. Ну, расскажите, пожалуйста». Ну, знаете, он себя кусает. Да. А еще что? О, убегает от меня, когда на улице идем. А еще что? Бьет себя в голове, так еще что. Вот орет, кричит, все разбрасывает. Разные варианты нежелательного поведения. И когда начинаем с родителем выяснять отношения, ну, вот эти все обстоятельства, получается, что кусает он себя, когда ему черт не дали, бьет себя, ну, когда, допустим, волнуется, убегает исключительно только когда на улице и в парке, плачет и разбрасывает вещи и громко кричит, когда ему не дали конфету. То есть, по сути, это разные ситуации, и это будут совершенно разные стратегии работы в этой ситуации родителя. Да, и очень важно еще раз понять, что то, что делает ребенок, вот эта его форма реагирования, она неспроста, да. Во-первых, есть преграды, за которых он не может говорить и общаться по-другому с нами. Да, это его, то есть, вот это нежелательное поведение, уважаемые родители, вы поймите, да, самое главное, что это его форма коммуникации с внешним миром. Это та форма коммуникации, с которой он научился, находясь, я проживаю в определенной окружающей среде. И теперь, с чего нужно начать? Да, когда мы столкнулись с нежелательным поведением, поняли, что да, действительно, это нежелательное поведение, оно мешает ребенку, оно мешает окружающим, и нужно с этим что-то делать. И здесь мы прибегаем к такому понятию, к такому методу работы, как функциональный анализ поведения. Функциональный анализ поведения – это такая достаточно длительная работа, очень серьезная работа. Желательно, чтобы эта работа проводилась при поддержке специалиста, работающего с поведением, да, либо это поведенческий специалист, специалист прикладного анализа поведения, либо это специалист, который понимает, как вот этот функциональный анализ поведения от начала до конца проводить. И первое, с чего мы начинаем еще раз, это определение нежелательного поведения, его фиксации, какое конкретно. Дальше определяем его функцию, что это такое, я чуть позже скажу. После того, когда мы определили функцию поведения, ну, другими словами, цель поведения, мы переходим к обучению ребенка к другому, целевому какому-то поведению, или еще это называют альтернативному поведению, взамен на вот это нежелательное. Ну, соответственно, разрабатываем план работы, и дальше начинаем работать, нанося определенные корректировки при оценивании изменения этого поведения. Вот, собственно, вот такой алгоритм действий. Так вот, что же такое функция поведения? Функция поведения – это влияние поведения на окружающую среду. Функция поведения есть у любого живого организма, и у животных, да, и у насекомых, и у всех прочих живых существ, и, конечно, у человека. То есть любое наше поведение имеет определенную цель. Я поднял руку во время урока, чтобы привлечь внимание учителя. Я посмотрел в сторону, мне интересно, что там происходит, да, меня заинтересовала какая-то деятельность. Я пошел в магазин, цель этого поведения – приобрести продукты для того, чтобы поесть. Там стало на улице холодно, да, а я вышел, там, допустим, за кофе, понимая, что там очень холодно, я быстренько заходился, и бегом-бегом-бегом обратно. Цель моего поведения – это убежать от этого неприятного состояния, которое на улице, да, вот этого ощущения холода. Да, там, я дотронулся к чайнику, а он оказался горячим. Я дернул руку. Цель этого поведения – это избежать неприятных для себя ощущений. Захотел провести приятное время, включил в себе, там, не знаю, там, фильм, когда я решил вечером посидеть, поесть попкорн и посмотреть фильм. Да, то есть цель этого поведения – это получение какого-то удовольствия от какой-то деятельности. То есть у любого поведения есть цель, да, а поведение – это определенная реакция, определенное действие организма. Вот, это очень важно понять. Почему? Потому что у любого, как бы, есть, в прикладном анализе поведения разделяется четыре вида функций поведения. Первое – это получение желаемого. Второе – это избегание чего-то неприятного, да, то есть, как бы, ну, по-простому избегание, да, здесь мы поговорим, похоже, чуть-чуть поподробнее, чего может быть избегание. Третье – это привлечение внимания. И четвертое – это сенсорная стимуляция, да, и либо аутстимуляция. Причем сенсорная стимуляция, она свойственна для любого человека. Да, там, допустим, там, я устал, глаза, там, перед компьютером долго работал, начинаю тереть себе глаза, да, я стимулирую свои какие-то, ну, там, ощущения, да, чтобы немножечко себя провести в тонус. Опять же, к этой же теме, там, захотел я немножко взбодриться, пошел, принял контрастный душ. Это тоже определенная сенсорная стимуляция. Да, у детей с расстройством эмоционистического спектра есть тоже определенные формы вот этой сенсорной стимуляции, да, которые мы сегодня еще чуть-чуть, ну, раскрою, да, я эту историю там побольше на следующем слайде. Вот, но про многие, про нее очень многие знают, да. И это вообще отдельная история, это отдельная тема, наверное, да, очень большая и сложная, и непростая, и не так решается, как предыдущие три варианта работы по трем функциям поведения. То есть, значит, короткое резюме по этому слайду, то, что когда мы сталкиваемся с нежелательным поведением, когда мы видим, что ребенок устроил истерику, наша первая задача, как родители, которые обеспечивают безопасность ребенка, подумать, вот это поведение, какая его цель, то есть, другим сторонам, какая его функция. Он что-то хочет, он чего-то отказывается, он привлекает внимание или это стимуляция определенная, это какой-то стимул. Вот тут очень важно сразу начинать работу и дальнейшее ваше реагирование, исходя из поставленного для себя вот этого вопроса. Вот это поведение, на что оно направлено, какая его цель, он что хочет мне таким этим поведением сказать. Да, это его способ, поэтому подумайте, что он вам хочет сказать этим поведением. В ряде случаев это все очень уже понятно. Иногда не всегда. Иногда мы заблуждаемся, потому что ребенок на самом деле боится, а мы это воспринимаем, что он не хочет. Или ребенку трудно, а мы воспринимаем, что ему леет. Бывают такие случаи. А вот теперь как раз вот такой слайд, и давайте еще разочек поподробнее разберем вот эти все функции поведения. Чтобы вам было проще понимать своего ребенка, то предлагаю вам пойти по такому пути. Любое поведение можно разделить на две функции. Мы с вами все, в том числе наши дети, мы либо что-то делаем для того, чтобы что-то получить, либо для того, чтобы от чего-то отказаться. Третье – недавно, по большому счету. То есть мы что-то делаем для того, чтобы что-то в Азиме приобрести, либо мы отказываемся от чего-то. И вот здесь как раз мы и можем разделить на получение желаемого, которое можно разделиться на получение желаемого. Это какой-то предмет, это какой-то еда, может быть, это активность какая-то, это может быть какая-то деятельность. То есть получение какого-то удовольствия чего-то, либо приобретение какого-то, ну, чего-то материального. Ну или не материального, но именно не связанное с вниманием. Потому что привлечение внимания, желание получить внимания другого – это отдельная функция поведения. Она может быть направлена на то, чтобы получить внимание взрослого. И это какая-то эмоциональная реакция взрослого или другого ребенка на человека, на конкретного ребенка. Это может быть стремление получить внимание при совместном взаимодействии с другими детьми. Например, когда ребенок набрасывается на других детей, виснет на них, обнимается. То есть стремление вот этого тактильного контакта с другими детьми и получение удовольствия эмоционального реагирования другого ребенка на его действия. Или, например, хороший такой пример, когда папа возвращается с работы, у него двое детей, одна маленькая девочка, а другой ребеночек постарше, 7-летний. И вот этот ребеночек, 7-летний, он имеет как раз расстройство психического спектра и не всегда способен сказать то, что он хочет. И видя папу, видя, как к папе бежит младшая сестренка, он ее отталкивает, стукает и потом идет обниматься папой. То есть некоторая такая ревность, да, и желание повзаимодействия с папой, потому что он тоже соскучился. Вот, да, это вот такое привлечение внимания. При этом он может пересекаться с совместной деятельностью с папой, например. Третья функция поведения – это аутостимуляция или получение удовольствия от сенсорной стимуляции. И здесь, ну, как бы я сказал, что это может быть свойственно для любого человека, да, и это, как правило, это стимуляция какой-то определенной сенсорной зоны. Это может быть стимуляция тактильная, мышечная, слуховая, зрительная, вестибулярная, вкусовая. То есть любые стимуляции любой сенсорной зоны. У разных людей в определенное время, да, есть определенные свои собственные маленькие незаметные стимы, да, там, например, и вот эта аутостимуляция, она может быть тут как действительно получение удовольствия, так же и как некоторое следствие какого-то национального возбуждения. Ну, допустим, вот я сейчас разговариваю, я постоянно руками трясу, да, вот если выключить мой звук, то получится, что у меня там аутостимуляция, да, трясу руками перед собой, там, да, перед своим лицом. Вот, но это мне помогает, ну, какое-то, может быть, снимать напряжение в процессе рассуждения, допустим. Есть также у детей, да, усиливающийся стим, да, когда они, например, чему-то радуются, да, вот там, например, там трясут вот эти машущие крылышки, либо наоборот, когда они расстраиваются чего-то, злятся, да, или чем-то недоволен, да, это может быть стим возникать. И здесь очень важно понять, если вот эта аутостимуляция возникает как следствие вот чего-то от того, что он чего-то радуется, или наоборот, от того, что он чему-то, наоборот, не радуется, то тогда все-таки функция поведения здесь будет не аутостимуляция, а это либо стремление что-то получить, либо стремление от чего-то отказаться. Да, но в ряде случаев аутостимуляция является как некоторое часто повторяющееся Повторяющееся стереотипное поведение направлено на стимуляцию какой-то сенсорной зоны. И бывает она очень достаточно проблематичная тема, и очень сложно от нее уйти. Что дальше с этим делать, мы чуть-чуть следующий шаг, чуть попозднее проговорим. Давайте договорим про функции поведения, еще какие бывают. И, значит, это получается, что мы что-то делаем для того, чтобы что-то получить, либо чего-то отказаться. И вот отказываемся, дорогие друзья, мы в двух случаях. Либо когда нам больно, либо когда нам трудно. Вот дадите третий вариант, запишу. Ну, только чуть-чуть расшифрую. Больно, сюда можно включить такой момент, например, дискомфортно. Ну, не знаю, вы зашли в автобус, а там, допустим, человек после хорошего корпоратива ездит. Да, и там, неприятный запах стоит. И вам некомфортно, да. То есть, в принципе, вам не больно, но некомфортно. Или, например, вы зашли в какую-то, не знаю, комнату, и слишком, допустим, там, шумно. Вам просто некомфортно. Не то, что вам трудно что-то тут делать, но имеется в виду, что вы не умеете этого делать. А вам просто на некоторый вы дискомфорт испытываете. Также можно сюда отнести, например, там, вы пришли домой и хотите, ну, вы понимаете, что вам надо навести порядок в конце дня, потому что дети там разбросали все. Но вы так устали, думаете, ладно, утром встану, сделаем. Да, то есть, не потому, что вы не умеете этого делать. Ну, просто вы уставшие, да, вам немножко некомфортно. Но бывает другой вариант, который сюда также нужно отнести, когда вам просто это неинтересно. То есть, это не входит, ну, как бы в вашу зону интересов, да, в вашу область интересов. Ну, допустим, кто-то любит кататься на катке, а кто-то любит играть в футбол. Да, кто-то любит слушать классическую музыку, да, кто-то любит слушать рок. Да, и, соответственно, тот, кто любит слушать классическую музыку, вряд ли будет получать удовольствие от прослушивания, допустим, рока. Ну, потому что ему просто это не нравится. Это не его какая-то сфера интереса. И дети имеют право также не хотеть, не потому что они не умеют, потому что им это в принципе не нравится. Может быть, им просто это надоело, допустим. И другой момент избегания связан с трудностями. То есть когда реально мы не знаем решение какой-то ситуации, мы не знаем решение какой-то проблемы. Очень часто история, когда ребенок, допустим, приходит на занятия, и он отказывается от выполнения заданий и всячески демонстрирует вариант отказов. Он валяется на парте, хнычит или наоборот начинает дурачиться, веселиться. И все это поведение, я начинаю понимать, что это поведение связанное с избеганием в связи с трудностями выполнения. Он не знает, как это задание выполнить. Он не умеет его выполнять. Оно ему трудно выполнить. Он не понимает эту цепочку. Он никак ее не освоит, эту цепочку действий. И в этой связи он прячет вот этот свой дискомфорт определенный за другими формами поведения. Очень часто эти функции поведения, да, вот это поведение может переплетаться. Да, на мой взгляд, всегда есть какая-то определенная первичная функция, до которой нужно докопаться, чтобы понять, все-таки вот это поведение, функция этого поведения какая? Это получение желаемого, привлечение внимания, это стим, или это избегание, связанное с трудностями, или это избегание, связанное с каким-то дискомфортом. И вот теперь, в зависимости от того, какая это будет функция, мы с вами переходим к следующему шагу, это к некоторой стратегии. А чего делать-то, да, вот, когда мы поняли, что вот, я понимаю, что это его привлечение внимания. Он таким образом привлекает внимание. Еще раз повторюсь, запомните, что это его форма коммуникации с нами. Вот он так научился. А кто его научил? Не он сам. Это могло произойти случайным образом, но закрепило это поведение его окружению. Поэтому очень важно здесь все-таки не давить на ребенка, а попытаться понять, вот, почему он так делает, и тогда следующий шаг. А что я вообще от него хочу? Как я хочу, чтобы он на самом деле в этой ситуации реагировал? И вот здесь вот мы переходим к следующему шагу, это формирование альтернативного поведения. То есть всегда, когда мы сталкиваемся с такой работой, как коррекция нежелательного поведения, на самом деле, это работа не по коррекции нежелательного поведения, а это работа по формированию другого альтернативного поведения, замещающего вот то нежелательное и направленное на ту же функцию. Давайте тогда постепенно начать. Первое. Получение желаемого. Если же поведение направлено на получение желаемого. Ребенок, например, кусанием пытается получить конфету, допустим. Что мы пытаемся делать? Первое, с чего мы должны начать, как правило, это с коммуникативной задачи. То есть мы должны дать ребенку возможность сообщить о том, что он хочет. То есть это может быть словом, указательным жестом. То есть вы должны помочь ребенку научиться выражать не сразу кусанием или криком, или ором, или хныками, а сначала покажи пальчиком, что ты хочешь. Дать ему подсказку, подсказать, как это сделать. Чуть позже я обозначу, каким способом мы можем обучать в этой ситуации ребенка. Но важно, чтобы он понимает, что в этой ситуации, если он это хочет, то он должен, значит, мы должны научить его в первую очередь выражать какую-то просьбу приемлемым для него способом. Конечно, если он не говорит, научить его сразу говорить фразы, это не получится. Но, например, указательным жестом, это можно поручкой взяться за то, что он хочет. Либо мы переходим к альтернативным средствам коммуникации. То есть это жестовая система, например, Макатон, или это может быть система обмена карточкой, система ПЭКС. То есть какая-то доступная форма выражения и просьбы для ребенка. Значит, если мы понимаем, что ребенок просит, то есть он сначала говорит, я хочу мороженое, мама говорит, нет, нельзя мороженое. А тогда какого поведения вы от него ждете, если он не получает это желание и сразу уходит в истерику, например, или в крипт какой-то. Какого поведения вы ожидаете от него? Вот это такой вопрос для всех, чтобы подумать. А как бы вы тогда в этой ситуации отреагировали, когда вы что-то хотите, и вам резко прерывают получение желания. Как вы реагируете в этой ситуации? То есть задумайтесь про себя. Вот если бы вы сейчас оказались на месте ребенка, поменяйте с ними местами такой ролевой тренинг. Если я сейчас на его месте, мне запретили это делать. Вы поймите, что для многих детей, имеющих трудности в коммуникации, вот эта фраза «сейчас нельзя», «нет мороженое», это же получается, что «а когда же тогда можно?» То есть это, по сути, нельзя на неопределенный, непонятный для ребенка период времени. То есть я не получу то, что я хочу, никогда. Да, и полная такая фрустрация и зависимость от взрослого. Когда вот он с собой уволит, тогда, да, там, с собой уговорит, тогда и получит. А когда же он это захочет, мне дать это мороженое? Поэтому ребенок не знает этого, да. Соответственно, если бы вы оказались в ситуации, что для вас было бы важно? Наверное, для большинства из вас было бы важно, чтобы вам сказали, что «сейчас нельзя», но можно будет чуть позже. Да, слово «позже» для многих детей, да, имеющие трудности в коммуникации, непонятно, абстрактные понятия. Поэтому здесь на помощь приходят всевозможные визуальные расписания, визуальные инструкции, да, или там, да, визуальные таймеры, которые позволят сориентироваться ребенку, когда он сможет получить свое желание. Значит, следующий шаг, к которому мы переходим, то есть мы определяем вот это альтернативное понятие, о чем мы хотим от ребенка, как мы хотим, чтобы он реагировал. Дальше мы учим ждать получения желания. То есть мы объясняем ребенку, мы пытаемся вот этими способами в виде визуального какого-то сопровождения донести до него, когда он получит вот это желание. Третье, мы учим ребенка альтернативному способу получения желания. Ну, например, он хочет, ну, допустим, опять же, тот же самый ПЭКС, возьму в пример, скушать бутерброд. Ты получишь бутерброд быстро, как только просто ты мне дашь карточку и объяснишь, что ты хочешь. Как только он показал вам карточку, мы пошли и выяснили, как сделали ему бутерброд. То есть важно показать этот способ. Или другой вариант, например, если вы понимаете, что он хочет мультики, да, вот он все сказал про эти мультики, вот, но он не знает, когда он эти получит мультики раз, и он не знает, каким образом он это получит, за что он получит, да, каким способом. И, например, вы говорите, сейчас мы делаем, там, не знаю, цифры, занимаемся с цифрами, да, а потом будут мультики. Или, например, он собирает за что-то пять звездочек и обменивает это на мультики. То есть очень важно вот это показать, сориентировать ребенка, когда он получит желаемое, и каким способом он может получить это желаемое. Значит, другой момент, если мы хотим, чтобы, например, во время урока ребенок не сразу, вот, он что-то о чем-то попросил, вот, там, и вот надо ему вынь доположь, допустим, да. Но мы хотим, чтобы он во время урока все-таки сидел за партой, выполнял задание. Тогда мы ставим эту задачу, что во время урока нужно сидеть за партой, ручки, например, на парте, выполнять задание, там, три задания, которые дает учитель. Он это делает, зарабатывает за эти звездочки, да, то есть, как бы, как некоторые мотивационные. То есть мы выводим вот это желаемое в разряд, ну, некоторого такого награда или приза, да, там, например, если он вдруг захотел поваляться, там, я не знаю, покачаться на каком-нибудь, там, фитболе, да, вот ему захотелось, там, в классе есть для детей, например, там, фитбола, чтобы они сенсорно разгружались чуть-чуть, да, там, например. А вот ему надо вот во время, когда захотелось, тогда и пошли. А мы понимаем, что так нельзя. Тогда мы определяем, каким образом он может это получить и в какой момент, да, и за что. Да, но поощряем, ну, и в этом случае с помощью, например, тоже самой системы жетонов, правильное поведение сидения во время урока, допустим. Вот. Собственно, вот какие наши действия, когда мы понимаем, что поведение ребенка направлено на получение желаемого. Значит, первое, еще раз, учим выражать просьбу, раз, второе, учим ждать, третье, ну, вообще, да, так, даже второе еще разочек, и определяем вот это поведение, которое мы будем обучать ребенку. Ну, и, как правило, мы учим ждать получения желаемого, и последнее, учим способу получения желаемого. Сразу хочу сказать, что в момент, когда происходит нежелательное поведение, научить ребенка действовать по-другому бывает крайне сложно. Поэтому, как мне понравилось, когда однажды сказала Ольга Шаповалова, специалист по обучению и подготовке, специалист по поведению, как раз. Вот, она сказала, что работа по коррекции поведения начинается не сегодня, не в тот момент, когда она возникает, а еще чуть ли не со вчерашнего вечера. То есть, мы должны готовить ребенка к этому. То есть, если мы понимаем, что он каждый раз, приходя, допустим, на урок, будет просить свой фитбол, то есть смысл, например, начать ему еще с вечера дома показывать схему, что если он делает что-то, то он собирает пять звездочек и получает за это фитбол. И тогда, когда он придет на следующий день на урок, он увидит свою полоску со звездочками, посмотрит на нее, посмотрит, какие задания ему надо сделать и что это задание за звездочку. И поймет, что, да, действительно, я же помню, вчера же так было, значит, надо просто следовать этой схеме. Да, и таким образом мы приходим к тому, что ребенок потихоньку начинает приобщаться к тому, что он получит свой фитбол, никто у него его не отнял, но просто вот другим способом, который приемлем и правильный не только для окружающих, но и для самого ребенка, более эффективный. Другой момент, давайте перейдем к второй функции поведения, это привлечение внимания. Когда ребенок каким-то определенным образом, который мы расцениваем как нежелательный способ или снижательное поведение, пытается привлечь внимание взрослым. Здесь же, опять же, таким же образом мы начинаем, как правило, с коммуникативной задачи. Мы учим, в первую очередь, каким-то адекватным, с точки зрения коммуникации, способом привлекать внимание ребенка. Может быть, потрогать за плечом, может быть, помахать ручкой, назвать имя другого человека. То есть, привлечь каким-то адекватным способом внимание другого человека. Далее, смотрите, очень важно научить ребенка ждать получения этого внимания. К тому примеру, о котором я сказал, когда папа приходит домой с работы и не встречает его двое детей. Важно научить ребенка ждать, что его папа обязательно обнимет, обязательно покружит, поцелует и поиграет с ним. Но важно как раз поставить задачу, учить ребенка ждать вот этого. Но, как вариант, опять же, не в тот момент папа пришел, так, сейчас буду учить, так, стой, жди. Но это никогда не сработает, да. Он вам устроит еще большую истерику, поколочит не только там младшую сестренку, но и папу, маму, и еще пойдет и в комнате там скандал наведет. Поэтому есть смысл с вечера по очереди, так, жди. Сейчас я кружу сестренку, теперь твоя очередь, ты, сестреночка, жди, та дочка, жди. То есть соблюдать, например, очередность каких-то действий. Вот здесь вот очень важно начинать работу на коммуне, да, задолго до появления, как бы предупреждая наперед, возможно, вот этот способ реагирования ребенка. Вот. А далее, смотрите, мы формируем способы совместной деятельности. То есть, например, очень часто детям, как говорят, вырезали из своей скорлупки аутистической, да, и поняли, что вокруг много интересных, интересный мир, много общения, начинают получать удовольствие от общения. Бывают такие моменты, и они всячески стремятся. Но способы у них вот этой совместной деятельности до конца не сформированы, не в достаточном объеме и не широко представлены. И это заканчивается тем, что они либо просто стоят смотрят, либо толкают, либо обнимают, либо виснут, ну, либо просто друг за другом бегают. К сожалению, это наблюдается не только у детей сразу, да, очень такая тенденция, я посмотрю, и для детей, и вообще нормы для дошкольников, они особо, у них вот эти способы совместной деятельности такие очень ограничены. Да, как-то мало мы с вами взрослые играем со своими детьми, хотя на самом деле это очень важная и необходимая задача. Так вот, иногда надо научить ребенка просто способом совместной деятельности с другими, от которых они будут также получать удовольствие и интерес. Да, то есть не просто там, например, бросать песок в других детей и смотреть на их реакцию, а, например, начать научить ребенка играть в догонялки, научить играть ребенка в прятки, в щекотки, там, еще какие-то игры, от которых они будут получать такие же эмоции, да, и насыщательно наполнять себя вот этими эмоциями от совместного взаимодействия с другим ребенком. Значит, третье – это аутостимуляция. Значит, как я и говорил, что это стимуляция какой-то сенсорной зоны. И вот здесь важно, дорогие друзья, понять, что есть ситуации, когда ребенок начинает стимиться, не потому что вот он, ну, как бы аутист, потому что он просто возбужден, он по-другому свою энергию, которая у него возрастает, эмоциональное напряжение, он по-другому не может ее выплеснуть. Да, вспомните себя, когда вы встречаете своего старого, хорошего, очень близкого, знакомого или родственника, которого вы сто лет не видели, но очень всегда с ним были в теплых отношениях, и вдруг представьте, что эта встреча неожиданна для вас. Да, вот Елена Пиславовна, вот к вам такой, да, как вы себя поведете, как вы будете реагировать? Значит, еще раз, если ситуация какова у нас, если мы встречаем... По улице, и вдруг какая-то подруга или старый друг вашего детства, с которым вы тесно общались, очень много было связано там приключений, историй каких-то, какие-то события, вдруг вы встречаете этого человека, неожиданно вот встретившись с лицом, и выйдя из магазина, как вы будете реагировать? Я думаю, что, конечно, очень бурно, да, вот тут нам слушатели пишут, что будут прыгать от радости. Ну, прыгать я не знаю, у меня как-то, наверное, будет сложновато физически, но, тем не менее, да, я, в общем-то, предположу... Скорее всего, повыше он был, если так проанализировать, да, то есть широко раскину руки, буду обниматься, вот, без спроса. Махающие крылышки, как и у детей с аутизмом. Клопит лапышки, кстати, могу, да, это тоже, да. Махать крылышки, аналогично и лично производить. Ну, а более легкий, социально приемлемый способ, да, вот этого реагирования. Да. А у детей с аутизмом, собственно, иногда бывает так, что у них вот это национальное напряжение настолько сильное, что они не знают, как его выпреснуть. Оно бывает как от радости, так и от злости, да, от чего-то расстройства какого-то. Поэтому, если мы помним, что вот это вот стиль, связанное с этим напряжением, то тогда надо работать не с аутостимуляцией, там, ее заменять, как-то, еще что-то. Надо блокировать, да, особенно если не кусать начинать себя там, да. Но работать надо с тем, как бы, тут, скорее всего, либо это избегание чего-то неприятного, и надо тут разбираться. Либо это вот так, как бы получение желаемого, он очень что-то хочет, вот он прям злится. Вот тут, собственно, вот такая вот история. Поэтому здесь, как только вы решите ситуацию, исходя из той функции, а аутостимуляция, скорее всего, уйдет. Ну, либо она будет реже возникать. Но бывает, когда аутостимуляция, как некоторый вариант, ну, как бы получение, часто повторяем, вот это удовольствие от какой-то стимуляции зоны санкционной. И вот здесь вот еще очень часто такое наблюдение, что эти аутостимуляции у детей возникают в тот момент, когда они ничем не заняты. Либо в свободное время какое-то, да, там, например, в дороге сидят и начинают стимиться. Или дома сидят и начинают какое-то аутостимулирующее поведение демонстрировать. Вот в ряде случаев, ну, как бы, это можно и не расценивать как нежелательное поведение, но вот, к сожалению, там другого варианта нет. У ребенка, как бы, себя там развлекать. Например, он крутит веревочку без кольца. Он отходит и крутит веревочку. Ну, как бы, ну, такой стим, но он не мешает ни ему, ни окружающим. Другой момент, что его сфера интересов в этой связи, она, ну, как бы, не широкая. То есть он по-другому еще не умеет себя развлекать, не умеет доставлять себе удовольствие, наполнять какое-то свое время, какой-то деятельностью. В этой связи есть смысл, как бы, заниматься именно расширением вот этой сферы интересов, чтобы ребенок находил какие-то другие способы организации своего досуга. Может быть, отдельно проводить занятия по сенсорному развитию. Может быть, отдельно проводить занятия по тем же самым действиям с веревочкой, но только разнообразить. Например, не только там веревочку крутить, но что-то закручивать, что-то откручивать, какие-то колесики, чтобы ребенок расширял свои действия. Почему это так? Потому что в ряде случаев это связано с, ну, такой, как бы, недостаточной, что ли, сформированной чувствительностью определенной сенсорной зоны. И таким образом ребенок насыщает свои ощущения вот через эту зону. И тогда как раз это занятие по сенсорному развитию, наполнение, да, и насыщение, оно будет немножечко наполнять ребенка, и потребность в этих стимуляциях, она будет снижаться. Почему иногда плохо гасить поведение, да, как бы неаккуратно? Потому что, ну, были примеры, когда, например, там девочка постоянно вокализировала, да, то есть производила какие-то звуки. И родители решили пригласить специалистов, чтобы убрать вот эти вокализации. Они добились этого, они действительно убрали эти вокализации. Но вылезла это, конечно, вот эта вот какая-то эмоциональная разрядка, через то, что она начала себя сильно-сильно щипать, очень сильно. Вот, поэтому вот здесь нужно быть очень аккуратным и подбираться вот к этой аутостимуляции, ну, планомерно, да, пытаясь все-таки понять, какая природа эта аутостимуляция. В этой связи у нас есть, вот, чтобы вообще понять полуособность сенсорного развития ребенка, у нас есть очень хорошее методическое пособие, я вам потом ссылку на него укажу в слайде, и вы увидите, и когда презентацию получите, вы сможете перейти по ссылке и почитать это, познакомиться с этим методическим пособием «Особенности сенсорного развития детей с расстройством аутостического спектра». Вот там как раз-таки написано, как бы описаны особенности детей и как реагировать, в каких ситуациях, какие-то там прям много-много кейсов представлено по разным сенсорным зонам. А вот теперь давайте поговорим чуть-чуть еще про избегание. Значит, когда функцией поведения является избеганием, значит, когда это трудно, то первое, что мы здесь учим, это просить о помощи ребенка. Вот, а дальше, если мы понимаем, что ребенку трудно, вот здесь мы начинаем использовать всевозможные подсказки, может быть, адаптации заданий, адаптации инструкций, чтобы помочь ребенку понять процесс или процедуру выполнения задания. И постепенно уходя от подсказок. Очень часто я наблюдал, когда ребенку так отказывается, и как только я ему помогаю, он вдруг начинает включаться и получает удовольствие от самого процесса. Он начинает получать удовольствие о том, что он успешен в этой ситуации, и ему даже никакие поощрения, подкрепления дополнительно не нужны, потому что ему, в принципе, он начал получать удовольствие от просто самого процесса. И другой момент, когда это вот некоторый дискомфорт. И, соответственно, здесь мы тоже несколько первое, что мы учим, это сообщать об усталости или просить перерывы. Соответственно, если ребенок часто устает, то здесь нужно организовать частую смену деятельности ребенка, увеличить количество перерывов, чтобы ребенок успевал остановиться и отдохнуть. Учить ждать эти перерывы. И в некоторых случаях, когда нам надо, чтобы все-таки ребенок что-то делал, а он просто не хочет, например, наводить поляк в своей комнате, он умеет этого делать, но не очень хочет. Вот тут тогда важна мотивация, потому что это то же самое, что и у нас с вами. Когда мы что-то не хотим, мы это делаем, когда понимаем некоторую мотивационную составляющую. Мы понимаем, что если мы не приготовим первое блюдо и второе блюдо дома, то мы не накормим своих детей, и тогда будет еще хуже. Мы пытаемся избегать наибольшей неприятностей. Мотивация у нас здесь направлена на избегание ничего такого неприятного для себя. Другой момент, что, например, мы работаем на работе, чтобы получить какую-то зарплату, чтобы потратить на какие-то свои нужды. И у нас здесь мотивационная... Хотя, может быть, мы иногда и не очень хотим что-то делать, но все равно делаем, потому что есть мотивация. То же самое касаемо детей. Они имеют право менять свои интересы, уставать от постоянно одного и того же выполнения каких-то действий, каких-то рутин уставать. Их интересы могут меняться. Они имеют на это полное право. Поэтому тут важно подбирать вот эти мотивации и оценку мотивационных стимулов регулярно проводить и оценивать. А речь тоже все-таки интерес на ребенку, ориентируясь на его интерес. И, может быть, исходя из его интереса, вы уже выходите в работу с ним. Вот, друзья мои, что такое функция поведения и как важно понять, какая функция поведения у ребенка, чтобы потом определенную стратегию поведения выстроить. Потому что, если, например, ребенок на самом деле не умеет выполнять задания, но он, во-первых, начинает отказываться, говорит, что он не хочет это делать, ему это неинтересно, и вообще он хочет смотреть мультики. И только мультики. А родители думают, вот, он все время только мультики хочет, функция поведения мультики. И вы начинаете ему давать мультики, а он, на самом деле, может быть, и не мультики-то хотел там. Это просто некоторое там прикрытие. Вот. Но как только вы поймете, что это была функция поведения избегания, связанная с трудностями выполнения, и поможете ребенку выполнять, он вдруг почувствует, что он успешен, что ему это доставляет удовольствие и интерес. А бывает, наоборот, что он на самом деле хотел вообще пойти гулять, а его почему-то посадили выполнять задания. Ему, в принципе, оно не трудно. Но родители думают, ну, наверное, ему трудно, буду сейчас ему помогать. А может быть, ему просто неинтересно, буду его поощрять. А на самом деле, он не то, что ему там неинтересный, он вообще просто в голове своей простроил схему, что сейчас, вот, после этого там завтрака, он идет на прогулку, потому что там на прогулке, там мальчик один гуляет, и там еще песочница, и там горка. Вот, он уже себя спланировал. Вдруг планы поменялись в его жизни в зависимости, ну, как бы, от родителей. Вы тут начнете его поощрять, мотивировать, помогать, и закрепите совершенно другое поведение у него, да, выполнять задания с помощью и работать исключительно за мотивашки. Вот, да, хотя на самом деле он хотел по очень желанию. Но если вы ему скажете, что мы гулять пойдем, да, и построили ему визуальное расписание. Сначала кушать, потом занятия, на время выполнения занятия поставили таймер, показав, что делали всего полчаса, например, 30 минут, а потом сразу гулять. И на прогулке еще обозначили, обозначили визуально будет горка и все остальное. И ребенок тогда хотя бы будет ориентированным. Ему будет хотя бы понятно, что горка не лишила своему горки и прогулки, а что это, ну, чуть позже будет. И большая радость, что он согласится. Вот, что такое функция поведения и какие стратегии в этой связи могут быть. Да, еще вот напоследок хотел немножечко сказать вот пару моментов, что вот как есть такая схема, да, в прикладном анализе поведения, что вот есть поведение. Любому поведению предшествует какое-то событие. И это поведение закрепляется, если есть посредствия, направленные на закрепление этого поведения. Так вот, друзья мои, если поведение является устойчивым, и что бы вы там ни делали, ругались на ребенка, кричали, достали ремень, да, что не надо делать, и вы говорите, а все равно не помогает на него это не действие. Все равно поведение остается. Это значит, что в окружающей среде есть определенные последствия, но вы их не видите и не понимаете, что это за последствия, которые продолжают подкреплять это поведение. Даже ваша сильная эмоциональная негативная реакция на его поведение может являться вот этим последствием, подкрепляющим фактором, стимулом, который продолжает закреплять это поведение. Поэтому если поведение является устойчивым, значит, в окружающей среде есть что-то, что продолжает закреплять это поведение. И вот наша задача попытаться разобраться на самом деле, что запускает нежелательное поведение и что его подкрепляет. Вот в этой связи специалисты по прикладному анализу поведения, специалисты по поведению, работая с нежелательным поведением, они всегда проводят функциональный анализ, который заключается в сборе данных и наблюдении за поведением в соответствии с теми критериями, которые заданы в этой таблице, таблице ABC. Таблица ABC, это аббревиатура трех, по-моему, англоязычных слов. Это что происходит до, то есть предшествующие события, самоповедение B и последствия C. Вот, собственно, сама таблица. И дополнительные факторы, которые позволяют оценить, при каких условиях поведение происходит, как оно происходит и что его закрепляет, это поведение. На основании вот этих данных составляется план или протокол коррекционной работы по коррекции или формированию альтернативного поведения. Вот, и выбирается стратегия. Дальше, соответственно, проводится регулярный оценок. Ну, вот здесь вот такие формирования альтернативного поведения, некоторые стратегии. Ну, здесь, я думаю, что вы потом посмотрите самостоятельно, у нас уже время немножечко заканчивается, а нам еще бы на вопросы отвечали. Значит, я хочу еще вот прям в самом конце обратить ваше внимание, что для того, чтобы нам нужное, нам поведение, вот это поведение произошло, правильное поведение, альтернативное поведение, в ряде случаев мы должны что-то сделать вот здесь, да, в предшествующих событиях. То есть мы должны помочь этому поведению состояться. За счет чего, как правило, это происходит? Это происходит за счет разного, предъявления разного вида подсказок. Это либо физические подсказки, физическая помощь, либо это образец выполнения, либо это словесная подсказка, либо это визуальная подсказка, Либо это жестовая подсказка и еще другие виды подсказок, которые могут помогать запускать на нужный нам поведение. А вот чтобы поведение закрепилось, важно понять, каким образом мы будем это закреплять. Здесь важно понять, какие могут быть поощрения. Иногда при правильном поведении вы предъявляете внимание, которое требовало ребенок. При правильном обращении или построении просьбы вы дали ему то, что он просил. Соответственно, не обязательно должны быть поощрялки с кучей жетонов и все прочее. Нет, все должно быть с размером и адекватной конкретной ситуацией. И в зависимости от того, какая функция поведения и какое поведение мы планируем у ребенка закрепить, такие подкрепления и будут со стороны взрослого предъявляться. Например, завершение занятия завершилось и ты получил свои качания на качелье, допустим, так, как ты хотел. То же самое получение прогулки будет являться подкреплением за правильным поведением и следовать расписанию дня. Ну и еще важный момент. Есть такое понятие, как установление руководящего контроля. То есть оценка мотивационных стимулов, позволящих в дальнейшем контролировать выполнение правильного поведения ребенка, оно будет выстраиваться в соответствии с шагами, прописанными в процедуре установления руководящего контроля. Руководящий контроль – это контроль стимулов для того, чтобы нужное поведение состоялось. То есть мы, по сути, определяем те стимулы, которыми мы можем работать для того, чтобы их вовремя предъявить ребенку как подкрепляющие, либо запускающие правильное поведение, либо закрепляющие правильное поведение. Я думаю, что, наверное, Елена Вячеславовна, вот про вот эти вопросы, про систему подсказок, про систему поощрения установления руководящего контроля, я думаю, что нужно делать какой-то отдельный вебинар, в котором мы просто будем рассказывать, что это такое, приводя примеры, да, какие-то кейсы. Вот, к сожалению, сейчас не удастся так глубоко погрузиться, вот, в следующей встрече. Но, уважаемые родители, подогналы. Ну, мы сделали, выделены здесь сейчас прямо блоки, которые и в вопросах это видно, и в том, что в чате пишут люди сейчас, видно, что требуется несколько вебинаров, конечно, которые углубляют отдельные направления. Да, я думаю, что нам нужен обязательно вебинар про адаптацию материалов, как, ну, в общем, тоже можно предположить. Нам нужен вебинар про методы альтернативной коммуникации, точно требуется. Вот, да, у нас слушатели поддерживают. И я думаю, что углубиться в коррекцию нежелательного поведения можно тоже, это будет очень полезно слушателям, и мы сможем продолжить обучать на вопросы и ответы. Да, спасибо, да, я тоже так считаю. Поэтому важно, чтобы, вот, как бы, итог сегодняшней встречи, уважаемые родители, вы поняли, что, когда вы столкнулись с нежелательным поведением, первая ваша задача, подумай, какая функция, это что, ребенок мне этим поведением говорит. Следующая задача, понятно. А чего я, на самом деле, хочу, чтобы, как он должен реагировать в этот вопрос, как я от него ожидал, соразмерно с возможностями ребенка, да, потому что иногда родители такие требования к ребенку предъявляют, что даже я бы не выполнил эти требования, там, сидеть, ждать целый час спокойно на стульчике. Ну, это если только, там, извините, у меня там бабушка старенькая, которая с удовольствием посидит и поболтает там с окружающими, тогда да. Так, если я маленький бегунок такой, да, прыгающий с кучей энергии, там, такой энерджайзер, да, маленький, пятилетий, мне просидеть целый час невозможно, не край в жизни. Да, поэтому здесь вот важно, ну, соизмерять силы ребенка, его возможности. Вот, и, соответственно, важно, чтобы вы понимали, что есть в зависимости от выбранных функций, определенных функций, будут разные стратегии поведения, и есть способы обучения этому альтернативному поведению. Вот, как бы, наверное, такой важный итог, который бы хотел, чтобы вы вот это усвоили и для себя помнили. И вот есть некоторые полезные ссылочки, которые там, у нас есть методическое пособие по психолого-тернативическому сопровождению детей, сразу, есть ссылочка на него, вот, в принципе, вы можете просто, если вобьете, сделать сейчас скриншот, и не хотите ждать, а хотите прямо сегодня почитать, то там есть раздел по коррекции желательного поведения, можете почитать дополнительно какую-то информацию, которая вам была бы интересна. Также вот методическое пособие по сенсорным особенностям развития детей, и очень две хорошие книги «Детский аутизм и Вейн» Роберта Шрама, уже очень давно известная книга, давно издана, многие ее уже знакомы, наверное, слушатели сегодняшнего. И еще из-за этой книги идет работа, стратегия работы с поведением. Тоже очень полезная книга, которая позволит вам в большей мере сформировать представление о реагировании на желательное поведение и понимание своих собственных действий в этой ситуации. Вот, у меня, в общем-то, все. Вот, Елена Славовна, если у вас есть вопросы ко мне. А, у меня есть и вопросы, и сразу комментарии, если можно, да. Давайте я тогда сначала прокомментирую. Мне очень хочется добавить вот что. Дело в том, что когда мы имеем дело с нежелательным поведением, мы думаем о том, что, вот о том, о тех причинах, о которых Сергей рассказывал. Но до этого нам нужно исключить, например, такую вещь, как то, что это болевое поведение. То есть часто ребенок сразу, как вы знаете, не может ни сказать, где у него болит, никакой именно дискомфорт он испытывает. И в ряде случаев сначала нужно исключить, что он испытывает какую-то именно боль. То есть это понятно, что не в 100% случаев мы об этом говорим. Но иногда причиной нежелательного поведения, аутоагрессии, кстати, или агрессии может являться именно какой-то такой физический дискомфорт, который необходимо устранить. То есть всегда, если у вас не срабатывают, как у нас было в одном из заданных вопросов к вебинару, не срабатывают методы прикладного анализа поведения, это означает, что, возможно, мы ищем не там, и сначала нужно, или теперь нужно перейти к оценке физического состояния. Тогда, наверное, сейчас я вам, Сергей, каверзные вопросы позадаю, которые наши слушатели писали. И попрошу тоже прокомментировать, что нас спрашивали сейчас, на что хорошо было бы, опять же, ответить. Вот любопытный вопрос, на который явно мы ответим не можем, но точно надо ответить и запланировать что-то по факту. Значит, этих вопросов такого характера было два. Можно ли разобрать функцию поведения учителя, который поставил двойку, ребенку с аутизмом маловербальному застих наизусть? И второй вопрос. Что делать, если ребенку сразу не дают на ЦПМК тьютер, а ребенок убегает, у ребенка ломка с костей, и будет забрать за руки ребенку пять лет? Вот два таких вопроса про поведение не совсем ребенка, на мой взгляд. Ну, здесь, конечно, вопрос немножечко не совсем в тему сегодняшней нашей встречи, а это в тему тех встреч, которые мы уже много раз прорабатывали. Это вопрос про освоение программы. И тогда в этой связи поднятие вопроса о своей успешности освоения через все-таки психологический консилиум, о котором я в самом начале сказал. То есть есть смысл этот вопрос решать именно с учителем класса, на мой взгляд, и прояснять здесь эти обстоятельства. Функция поведения учителя, наверное, можно ее определить, эта функция поведения, но насколько она нужна, именно решение этой задачи. Я думаю, что здесь как раз-таки нужно ставить вопрос именно на консилиум, если, и вот как мы уже, если ошибаюсь, писали, говорили, о том, что нужно писать заявление о том, что я хочу присутствовать на этом консилиуме, чтобы привнести свои предложения и какие-то мнения, как родители. Но с какой целью? С той целью, чтобы показать необходимость в сопровождении ребенка другим специалистам. Это касаемо тьютера, но тогда это вообще вебинар про тьютерское сопровождение, которое еще раз стоит пересмотреть. А если это касаемо, что ему не зато поставили двойку или тройку, а ребенку не имеют эти возможности, ну тогда я думаю, что это опять же через консилиумы и прояснять этот вопрос именно там. Здесь другого решения я не вижу. Коллеги, у нас продолжаются вопросы по поводу оценивания. Смотрите, мы сделаем точно вебинар по адаптации программ и материалов, про контрольно-измерительные материалы, про то, как это должно быть, про систему оценивания мы поговорим. Есть уже, и мы присылали ссылки на вебинары, которые уже по этой теме проведены, но явно требуется, наверное, еще один. Больше эту тему мы сегодня не трогаем. Спасибо, Сергей Николаевич, собственно, вот к этому я хотела всех отослать, потому что вопросов такого характера очень много. Я положила сейчас вам в чат ссылку на весь плейлист наших уже прошедших вебинаров, ответы про тьютеров и ответы про проведение ППК там есть. Пожалуйста, обратитесь сначала к ним и дальше ждите следующих наших встреч на эту тему. Давайте тогда вернемся все-таки к вопросам, которые были заданы по поводу именно нежелательного поведения и работы с ним. Я хотела бы, наверное, просто их тогда отчасти зачитать. Значит, из того, что было задано сейчас во время вебинара. Сейчас я просто запрестаю себе, куда я их записывала. Звуковое сопровождение, песни и так далее во время практически любых занятий, даже на спортивных. Видимо, вот наш слушатель хочет узнать, как с этим работать. У кого есть сопровождение, надо ли его корректировать и так далее. Ну, здесь, наверное, я бы так ответил, что давайте исходить из реальной ситуации. Кому оно мешает и какие моменты оно мешает. Если это мешает, если он это делает дома, во время выполнения заданий, ну, пускай и поют песни, ну, почему бы нет. Да, там, многие детки, там, когда рисуют, что-то там напевают себе. То есть у него какое-то, ну, не знаю, настроение. Другой момент, что есть определенные правила поведения во время уроков, да, или в общественных местах, где пение неуместно не потому, что оно, ну, как-то плохое или там чего, а потому что, ну, есть определенные нормы, правила, и это может отвлекать или мешать окружающим. Да, самому ребенку это не мешает. Тогда мы не блокируем пение, а мы учим ребенка во время уроков вести себя тихо и деятельно. То есть здесь важно вести инструкцию тихо, да, или, ну, как-то сказать, выполнять задания молча, да, либо выполнять задания тихо, да, либо петь тихо. Ну, то есть я к тому, что мы ставим задачу научить ребенка в какой-то конкретной ситуации делать то, что делают все остальные, но делать это молча. И поощрять, и подкреплять это поведение, ну, там, выбранными, заранее подобранными каким-то мотивационными стимулами, именно через, ну, подкрепляя вот это поведение выполнения заданий молча. Но если у него такая высокая потребность петь, там, да, или вокализировать, то, может быть, сделать отдельные занятия, где он мог бы вот это вот напиваться, там, какие-то распевки, включать его музыку, чтобы он мог это подпевать. Может быть, подпевать вместе с ним, там, как-то в это играться, да, то есть как некоторую форму измолиста. Чтобы у ребенка понимал, что есть некоторые мероприятия, на которых он многое поет, да, и это, наоборот, здорово, классно, и он там насыщает свои вот эти впечатления и ощущения. А есть ситуации, где нужно, не то, что, там, мы запрещаем тебе, да, там, такая инструкция, нельзя петь, как бы, она должна звучать другим образом, в утверждительной форме. Выполнять задания молча. И поощряем не за то, что он сделал правильно, а за то, что он делал тихо, например. Спасибо. Сергей Николаевич, тогда еще один вопрос. И про вот то, о чем сейчас я прочитаю, тоже было несколько вопросов среди тех, которые были присланы к вебинару. Как корректировать нежелательное поведение, если ребенок сенсорик с повышенным уровнем тревожности? Что учитывать, на что обращать внимание? Как корректировать поведение ребенка, если он сенсорик, а... Значит, сенсорик – это конкретный вопрос, а про тревожность вопросов несколько. То есть ребенок очень тревожен, и с этим связаны, соответственно, какие-то проявления. Этих вопросов у нас было несколько. Ну, тут надо смотреть каждый раз в конкретную ситуацию, потому что тревожность – это состояние, являющее следствием чего-то. Соответственно, если у него тревожность возникает в одной ситуации, то это будет одна работа. Если тревожность возникает в другой ситуации, это другая работа. Важно понять, какая функция. Например, он начинает выполнять домашнее задание, боится и тревожится, что будет неуспешен. Тогда эта функция поведения избегания связана с трудностями выполнения заданий. И здесь важна вот эта поддержка физическая, словесная, еще какая-то визуальная, чтобы успокоить ребенка и показать ему стратегию выполнения, способ выполнения заданий. Если у него тревожность связана с взаимодействием с другим человеком, то, может быть, есть смысл научить его сначала стоя-отойди, сказать, например, либо показать сначала объяснительные способы, комфортным для него пребывания в среде других сверстников. Если эта тревожность связана с громкими звуками, или тревожность связана с чем-то таким, как бы воздействующим на сенсорные какие-то зоны, ну, здесь, соответственно, должна быть работа, проведенная по, ну, либо адаптации ребенка к этим условиям, либо адаптация среды под ребенка, да, ну, в зависимости от ситуации. Ну, те же самые наушники, там, например, да, там, шумопоглощающие, или яркий свет он боится, либо вообще шумная компания, тогда, может быть, не надо сразу шумную компанию возводить, а просто показывать сторонистые. Очень многое зависит от того, говорит ребенок или не говорит, потому что если он не говорит, то тогда есть смысл, ну, чтобы, ну, либо пытаться все-таки наблюдать и пытаться понять, от чего именно возникает тревожность, и не тогда работать с этим, либо ввести ему какую-то альтернативную коммуникацию, с помощью которой он, кстати, и ответит на вопрос, что с ним происходит, да, почему он не хочет туда идти, либо же с ним слова, чтобы он как-то это обозначил. Вот, кстати, у меня висит вопрос, как раз ребенок не хочет идти в школу, да, и каждый раз при этом нервничает, и утром говорит о том, что он не хочет в школу, при этом он нервничает, начинает стимить, ныть, а в школе говорят, что он спокойно занимается, где надо работать, дома или в школе, да, вот. Здесь тогда надо понять, вот, на самом деле, а почему он не хочет, да, как бы, раз он сообщает о том, что не хочет, большая вероятность, что он все-таки может как-то сказать, а что он хочет, да, тогда, может быть, он хочет на самом деле другое, и он в школу идти не хочет не потому, что там плохо, а потому, что на самом деле он хочет совершенно другого. А может быть, действительно, есть в школе какая-то ситуация, где ему некомфортно. Тогда там надо смотреть, что происходит в школе, тогда и общаться с учителем, да, пытаться прояснить эту ситуацию. Всегда ли ему комфортно, всегда ли ему некомфортно. И есть ли сильная разница между поведением дома и, например, там, школе. Может быть, ему вполне комфортно дома, где он там играет в свои игрушки, там, или занимается каким-то своим действием. Но многие дети не хотят идти в школу, причем это, ну, как бы, никак не связано с каким-то расстройством развития или особенностями развития. Да, половина детей, многие со слезами в школу не хотят туда идти. Многие из того, что не хотят из комфортной до домашней среды уходить. Ну, все, как бы, индивидуально. Но, на мой взгляд, тут надо попытаться понять, ну, как бы, чтобы он сказал, а что он хочет. Да, и тогда отталкиваться от этого, я думаю. А я еще одно могу предположение высказать. Знаете, можно показать, если у нас ребенок, соответственно, в школе чувствует себя хорошо по отзывам учителей, но, соответственно, здесь тоже надо посмотреть. Желательно было бы вам поприсутствовать как-нибудь, понаблюдать, то есть прийти на открытые уроки и посмотреть, как ребенок себя реально чувствует, да, не по отзывам, а своими глазами видится. Еще одна версия это по поводу того, что может быть что-то пугать в самой дороге, да, например, то есть какие-то раздражающие факторы, условные гуляющие собаки или громкие звуки на улице, выход из дома может, например, тоже быть каким-то фактором, который провоцирует вот такое вот поведение, то есть он не хочет не в школу, а не хочет выходить, например, может быть, здесь что-то нужно сделать, именно подумать в этом направлении. Такое тоже было. Сергей Николаевич, у меня вот такой вот вопрос, очень хороший, на мой взгляд, потому что, ну, он на самом деле такой вот, с него можно было даже начать, наверное, все наши ответственные разговоры. Звучит он так. Нежелательное поведение ребенка с раз может пройти само, без занятий и корректировки? Так, да, конечно. Да, спасибо большое. Значит, ну, как бы может ли это пройти? Отвечу я вам таким образом. Значит, во-первых, еще раз повторюсь, любое поведение, у него есть определенная цель. И если это поведение происходит, как бы, но с той целью, на которую оно было направлено, он не достигает этой цели, то оно может просто погаситься и не возникать. Другой момент, да, еще раз, вот здесь вот эту схему хочу показать, что если, ну, во-первых, если не было подкрепляющего стимула, то есть закрепляющих, да, каких-то стимулов, и поведение не подкреплялось, то оно потом постепенно начинает гасить. Но другой момент, может же произойти что-то и здесь, то есть в предшествующих событиях. Например, ребенок всегда хотел быть первым во всех, там, очень, таким, ну, часто делали, да, я первый, я первый, я хочу быть первым. Но в какой-то момент он накапливает какой-то опыт вот этого первенства, и вдруг ему перестает быть интересным, вот, быть первым. Ему не стоит интересным, вообще совершенно другое становится. И тогда получается, что вот этот вот предшествующий стимул, как некоторая мысль и желание быть первым, оно, ну, просто не возникает, соответственно, поведение не возникает. И в этой связи поведение может произойти, как бы, погаситься без каких-то вмешательств, да, дополнительно, ну, спонтанно или случайно. Вот. Но если оно же все-таки, ну, как бы, является критичным или острым, то здесь, конечно, нужно не оставлять это на самотек, а начинать работу, потому что в первую очередь мы должны думать именно о ребенке, как бы, о его качестве жизни, чтобы ему было комфортно. Потому что, если вас рядом не окажется, то как он будет, ну, в этот момент, существовать, например, в школе, допустим, то же самое. Ну, вот, не знаю, как бы такое. Нет? Нет, мне кажется, вполне. То есть, я бы еще, короче, ответила, что, ну, просто, чтобы, так сказать, сосредоточить слушателей. Все-таки работать нужно, надеяться на то, что оно само пройдет, это большая лотерея. То есть, чаще вы можете дождаться не улучшения, а ухудшения. Поэтому работать нужно. И просто оставить на самотек нет, нельзя. На везение не полагаемся. Особенно, если речь идет не о домашней обстановке, да, а об учебной. Потому что, вплоть до того, что, ну, какое-то нежелательное поведение может, в конце концов, вылиться просто в опасное. Поэтому не стоит ждать, что это все само как-то рассосется. Я бы еще хотела поговорить все-таки о самостимуляции, потому что это очень важный вопрос, и дети с аутизмом часто ими пользуются. И еще раз хотела заострить внимание слушателей на то, что мы не любые самостимуляции должны на что-то заменять. Естественно, все те, которые мешают и учебному процессу вам дома, мы должны попробовать перевести во что-то другое. То есть, чем их отключить, это не наша задача с вами. И я бы хотела обратить ваше внимание на то, что на сайте Asperger's.ru есть достаточно большое количество материалов, посвященное именно самостимуляциям, объяснением, что это, зачем они нужны, почему это не вредно, каким образом с ними работать. Ссылочку я положу и здесь, и мы сейчас в чат, и мы с вами, естественно, в рассылку ее тоже дадим. Мне кажется, это будет полезно для тех, кто решает вопрос, надо ли с конкретным видом самостимуляции работать, как работать и каким образом этот вопрос решать. Здесь был вопрос Сергея Конкретный. Сейчас еще раз я открою список секундочку именно про самостимуляции и мы, наверное, с самостимуляцией с этим про это закончим. Вопрос про аутостимуляции. Раньше ребенок стимил, махал, вертел руками, вокализировал, если нервничал. В какой-то момент я приобрела кресло-мешок подвесной и предложила ему эти манипуляции заменить раскачиванием в этом кресле. Ему понравилось. И с тех пор, когда ребенок чувствует, что у него на подходе эмоциональная перегрузка, он идет в свое кресло, качается и через какое-то время успокаивается. Такая альтернатива подходит, в принципе, или получилось, что одно поменялось на другое? Сергей Николаевич. Смотрите, если у ребенка есть определенные сенсорные особенности развития, в том плане, что либо гиперчувствительность, либо гипочувствительность, ну и, как правило, гипочувствительность, она провоцирует стимуляцию определенной сенсорной зоны постоянно. И если бы вы в этом случае предложили что-то другое, повышает, что он бы мог бы качаться на вашем материале, который вы ему предложили, но при этом все равно продолжает делать то, что делал до этого. Видимо, в этой ситуации у него вот этот стим был как некоторое напряжение. И у него был один способ, вы, что вы сделали? Вы расширили сферу интересов, вы предложили ему другой вариант. И он понял, что можно еще и по-другому, более интересно расслабляться и разгружаться. Поэтому, конечно, это приемлемо и, на мой взгляд, вы сделали правильно, интуитивно, вы сделали какой-то другой шаг. Но, как бы здесь природа заключалась стимуляция в том, что есть некоторое напряжение у ребенка, и он не знал, как его выплескивать. Вы плескивал тем способом, который вас не устраивал. Вы предложили другой вариант, и ему это оказалось даже интереснее, и он, соответственно, переключился. Поэтому, вот, комментарий здесь, я думаю, только такой. я бы хотела сказать еще к этому уже, что хороший, по-моему, выбор, отличный, если вас не устраивает, здорово. Единственное, но способ махания руками более универсальный. В ситуации, когда нет под рукой кресла, ребенок муж был должен делать. То есть, он здесь окажется в ситуации, когда это будут или крылышки, или что-то еще, но что-то, что поможет ему успокоиться. То есть, основная задача не махать руками, а основная задача успокоиться. И там он делает это уже всеми подружными средствами. Надо подумать на такие ситуации, делать универсальное еще одно успокоение. То есть, должен быть репертуар. Про убегание у нас еще было много вопросов. это тоже такая презентация. Я вас просто отношу к уже готовым материалам, которые вы спросили с аналитиками. Я положила эту ссылку к нам с вами в чат. Мы разошли также вам на вашей почте. Вебинар, который посвящен на работе с этим предвидением убегания. Что делать, как работать. Соответственно, очень вам его рекомендую посмотреть, если у вас такая проблема есть. Или даже если ее вам, это все равно может пригодиться, потому что они знают как это раз. Сергей Николаевич, есть еще время, мы уже должны заканчивать. У нас буквально пять минут. Я хотел маленький комментарий добавить про убегание. на примере этого обращения, что если вы не хотите, чтобы ребенок убегал, тогда что вы хотите в этой ситуации. Просто вы для себя задачите, что вы на самом деле хотите. И тогда вы должны формировать не то, чтобы он не убегал, а то, например, он шел рядом с вами. И вы поощряете его поведение и подкрепляете и ацентируете все свое активное внимание на то, чтобы он шел рядом и говорит, молодец, ты меня держишь за ручку, дай поцелуй у тебя, держи конфетку, я не знаю, любой мотиваж, которая является для ребенка значимой. И вы всячески акцентируете это внимание. Можно пойти другим способом, если вы хотите, чтобы он от вас не убегал. Сделать ситуацию нахождения рядом с вами крайне мотивационной и интересной для ребенка. То есть в любом случае задача должна быть поставлена не на то, чтобы он не убегал, а на то, чтобы что сделать, чтобы он был рядом. Как его замотивировать, как его привлечь, как его увлечь, как ему дать понять, что с мамой это интереснее, важнее и правильнее. Вот на это надо цитируйте свое внимание. Сергей Николаевич, знаете, тут еще у нас много вопросов по поводу адрессии в адрес специалистов. Как с этим работать? Может быть, мы можем по поводу агрессии тоже сделать какое-то отдельное мероприятие, потому что это очень такая болезненная и очень важная тема, потому что с этим сталкиваются и родители, и специалисты, и в двух словах, конечно, здесь не так на это вопрос не отвечу. Можем ли такой вебинар планировать именно по работе с аут-агрессией и агрессией? Да, давай, я думаю, что сделаем отдельную какую-то встречу. Демир Шлавов, у нас столько с вами много планов, каждый раз и на каждой встрече планируем сделать вот это, вот это, а в конечном итоге выбираем что-то и понимаем, что еще много-много всего. Так что если сложится все хорошо, было бы здорово, если бы мы продолжали наш вебинар весь год, и все эти темы, конечно, охватили, и на все вопросы родители ответили. Было бы это, конечно, очень правильно и хорошо. Будем стараться продолжать. Обязательно давайте про это будем думать, где-то для себя запишем, чтобы не упустить этот запрос и постараемся к нему подготовиться и дать хороший какой-то какой-то хороший материал. Тогда давайте завершаться, я думаю, время заканчивается. Я еще один маленький комментарий, меня бнетет, что мы не ответили на все вопросы, которые были заданы, и я бы хотела просто сказать, что всем тем, кто испытывает сложности и не знает, что делать, ваш путь и специалисты и родители в сторону прикладного анализа поведения и специалистов, которые с ним работают. То есть, если вы сами не знаете, как исправить ситуацию, если вам недостаточно вот таких каких-то простых шагов, которых мы сегодня рассказывали, то вам безусловно в помощь специалисты прикладного анализа поведения, которые вас могут проконсультировать или могут по договоренности с вами включить прям вашу работу и даже в образовательных учреждениях государственных все это делается и возможно. Так у нас существуют наши ресурсные классы. прикладного анализа поведения является неотъемлемой частью образовательного процесса. Да, спасибо большое. Мне кажется, очень важно рассказать. Дорогие друзья, дорогие слушатели, дорогие родители, мы благодарим вас за внимание, которое вы проявили к нашей сегодняшней встрече, за ваше активное участие в чате, за ваши вопросы. Елена Пиславовна, вам тоже спасибо. Мне кажется, сегодня получилась достаточно хорошая живая встреча. Вам спасибо, Сергей Николаевич, очень просто, понятно и доступно все было. Спасибо огромное. Ну все, тогда прощаемся и до следующей встречи. Всего доброго. До свидания.